Её кстати тоже снимала моя мама. Вообще это видео я снимал около недели. Это сейчас что, был за 25 кадр? Её кстати тоже снимала моя мама. Вообще это видео наверное... Нет, не показалось, там был 25 кадр. Ещё раз. Косячный монтаж у Брайана Мапса обнаружен. Косячный монтаж. Итак, перед тем как мы начнем смотреть старые скетчи с Брайаном Мапсом, сначала лишний раз скажу, что на своем стриме, на одном из, он решил нам, ну не то чтобы намекнуть, а прямо высказать, что сиквелу последней кнопки быть. Самого стрима, сразу скажу, я не видел. Но тем не менее, информацию он в инстаграме опубликовал. А я с вами непосредственно этой новостью поделился. Итак, возвращаемся в старые скетчи на 14 минут. Окунёмся лишний раз в ностальгию. На какие-то ролики я делал реакцию, на какие-то нет. Но судя по превью, в котором продемонстрированы эти самые скетчи, я ни на одну из них не делал реакцию. Ребята, с вами я, ну этот, который, ну сумасшедший, Брайан Мапс. Сегодня я подумал. Да, кстати, я починил очки, хаммейд способом, надеюсь, вы рады. Вам плевать? Ты мог бы починить их, как инженер, где один вот этот вот, ну не знаю, как это называется, то ли это ободок, то ли что, он, короче, изоленты синие примотал. Вам плевать. Ну, надо было синие изолентой. Вы, ребята, очень много и часто пишите мне в комментариях, как вы скучаете по скетчам, по персонажам, по этой атмосфере. Ты подкачался, что ли? Я подумал, что нет, я не буду снимать новый скетч. Серьезно, что у него с руками, у него как будто он подкачался. Старые скетчи, это же так гениально, господи. Am I right? Мне показалось, это хорошая идея, потому что, во-первых, я их очень давно не пересматривал, во-вторых, большое количество новой аудитории, которая даже не знает про эти скетчи. Проще говоря, все, что мы сейчас увидим, это реакция внутри реакции. Зато знает про эту рыжую жопу. Некоторые наверняка даже не знают, что такое Оливия. Счастливчики. Ну, собственно, все, вы думали, здесь будет еще какой-то скрытый смысл, почему я решил посмотреть свои старые скетчи? Нет. Ой, лучше мне, конечно, не пить горячий чай рядом с ноутбуком, но я даже не знаю, с чего начать, честно говоря, не продумывал это видео. Неудивительно. Поэтому я не знаю, с каких... Если у нас вылетела только что. Я на ноутбук, кстати, он сейчас не взорвется. Фак. Поэтому я не знаю, с каких конкретных скетчей начать. В зависимости от того, какая система. Прям совсем плохие. Он не взорвется, наверное. Либо уже, когда вот, как бы... Пожалуй, начну с одного из своих самых первых скетчей. Поезд-убийца он называется. О, господи, я не смотрел это видео. А, ну ладно, ладно, я хотел сказать, что типа он для превью взял поезд из фильма «Метро», но на самом деле такие поезда реально существуют, поэтому как бы... Доколебался, скажем так. В 2015 году я его не смотрел. Нашел к чему придираться, так сказать. Тут у меня еще был немного другой формат скетчей, то есть такой более ситуативный. Я рассуждаю о какой-то теме и делаю скетчи на определенные ситуации. Хе. С этим ужасом мы сталкиваемся... А, нет, нормально, все, окей. И нам приходится проходить через эти ужасные вещи, а потом просыпаться посреди ночи из-за кошмаров. Да, как вы уже поняли, темой сегодняшнего нашего разговора станет... Общественный транспорт. Чувак, все мы когда-то зашкваривались. Я в это число очень сильно даже вхожу. Я, наверное, зашкварился больше, чем остальные видеоблогеры вместе взятые. Даже в том числе и тебя. То есть ты шкварился не так много, как я. Я имею в виду, что не фатально, не эпик фейл. Вы поняли? Да, я забыл про это! Вот это спецэффекты, бадуэй. Я уже забыл про это, а еще эта женщина смотрит на меня на идиота. Слушайте, может мне себя передвинуть, чтобы вы могли видеть фейс Брайана? Вот. Как-то вот так. Ну, блин, неудобно. Ну вот. Вот. Вот так. Ой. Запалил свою работу случайно. Неудивительно, в то время это происходило очень часто. Потому что я любил снимать в общественных местах. Да, практически всем нам приходит. Конечно, это было. Да. 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 Кому-то надо попасть на работу, кому-то по другим делам. Он использовал мой прием из РТП, когда я вставляю вот это «да» под Киркорова. Хотя это не мой элемент, но тем не менее. Школьник. Заткнись! Школьник. Кто-то есть. Это креативненько. Тигр тут такой худой, или мне показалось? Нет, не показалось. Мальчик, не бегайте по экскалатору. Он как был жирный, так и остался ублюдком. Не шагайте по экскалатору. Хотя знаете. Будем во всей красе. Не делайте лицо, как у Дауна на экскалаторе. Никогда не встречала таких идиотов. Об отстанемании на эту бабульку. Я не знаю, что здесь сказать. Это забавный скетч для школьника. Для школьника. Я был школьником, поэтому... Что это было в конце? Номально, нормально, все нормально. О, господи, я вспомнил, как мы очень долго снимали этот чертный кадр с газетой. Потому что там действительно было очень ветрено. И эта газета постоянно улетала в сторону эскалаторов. И совсем не хотела врезаться мне в лицо. Поэтому, наверное, попыток 30 мы сделали, чтобы у нас получилось хоть такой кадр. Надо было просто кинуть. Нет, Саня, не читаю газеты. Но это пока. Сразу, кстати, заметно, что вот эта реплика была озвучена отдельно от окружения. Ну, типа имеется в виду дубляж или типа того. Потому что, ну, как бы вам объяснить. Снимать без эха в метро не получится. Как видите, мой друг Миша не очень силен в актерском мастерстве. Но он хотя бы пытался. Так вот, почему мне прилетают газеты в лицо каждое утро. Ну, это забавно, это забавно. А почему нет, собственно, да, согласен. Для школьника, ну... Шкальника. Хотите сесть? Это скул. Нет, внучок. Кто смотрел Капитал Моро, тот понимает, о чем он. Ааааа! Блин, это было очень неловко снимать. Потому что к тому времени я только-только переехал в Питер. Соответственно, только поступил в колледж. Я узнал, что такое метро. Потому что, понятное дело, в моем городе не было метро. И мне хватило смелости... Прямо в метро переодеваться в бабушку Пытаться там что-то снимать Нам запрещали это делать охранники Вот настолько горел этим контентом Настолько мне нравилось тогда, что я снимаю Что мне было просто плевать А вот и моя самая первая пародия Ну, технически нет, потому что до этого мне... Могу немножко так чуть-чуть подсказать на превью Он, как я уже говорил, спалил целых три скетча На котором будет, соответственно, делать реакцию И это пародия на Ревизор Были как бы мини-пародии Но прям пародия-пародия Вот это вот на Ревизор Елена Летуча Самое первое Да, это то самое видео, после которого у меня заблокировали... До того, до того, как Елена Летуча ушла С Ревизору И отдала на съедение одной пацанки На три месяца Кто-нибудь помнит эту историю? Многие еще тогда думали, что это Сама Елена Летуча заблокировала мой канал Но на самом деле нет, это просто я идиот Я слышал только про один заблокированный ролик на канале Брайна Это про рекламу Там, та же, по-моему, фигура рекламы в Макдональдсе, если я не ошибаюсь Ну или... Ну я, в общем, слышал одну такую историю, что у него есть один заблокированный ролик про рекламу Все Всем привет, я Елена Летуча и это программа Ревизора А, я помню, это снимала моя мама Конкретно вот этот камер снимала моя мама Как же мне было неловко выходить на улицу в таком виде Но, как вы понимаете, потом моя неловкость куда-то улетучилась Я вот и говорю, сразу и не скажешь, что это парик, а больше как будто бы ему на голову положили лапшу, блин, целую кастрюлю Гримёр! У меня не было гримера Сам себе гример Ой Да, вот так вот я умею При фотошопе на огонь, а чё нет? Это же алкоголь! Заснял? Да Класс И чё, что как бы я пью, не открывая саму бутылку Собственно, почти всё оставшееся видео я сидел как овощ И мне нечего было сказать Не в том плане, что это плохо, а в том плане, что я никогда не смеялся с собственных скетчей Поэтому вряд ли что-то изменилось за несколько лет Похер фейс Если только моё чувство юмора не сдеградировало Хе-хе-хе И раз овощная версия меня бездумно молчит Монтирующая версия меня поведает мои мысли по поводу данной пародии Съёмка Ужас Сценарий Так себе, актёры Просто кошмар Лена Летучая Ничего такое Что это за капуста? Ну Забыли списать? У каждого свои вкусы и предпочтения Насчёк Летучий не только Я тут еле-еле сдерживаю смех Почему я решил это оставить? Ах, у меня страшное лицо Я мог бы играть новую ведьму в Новых Ведьмах Ну не совсем они новые Это ремейк фильма 90-го года Где главного героя превратили в мышь И не только его Стрит-файтер Вот это! Стрит-файтер! Смотрим начальный звук с Мортал Компета А потом закончить звуком из стрит-файтера Очень по-гиковски Четвёртого, кстати говоря Кстати, хочу вам рассказать об одной игре Которая стала самой популярной игрой в августе 2020 года Это, кстати, наверное тоже будет отсылкой Хотя он, наверное, просто так для прикида снял Ой, а дело имеется ввиду Я просто помню его ролик по FaceUp В котором он хотел себя Ну, сделать более старшим Более старым для открытия комментариев Да, я всё ещё это помню В жанре королевская битва А в конце декабря так вообще... Дай-ка угадаю Free Fire В котором есть Криштиану Роналду, да? Да это... Нет, в смысле? Взорвалось таким событием Угадайте Free Fire Хотя ладно, я сам скажу Называется она Free Fire Это онлайн игра Королевская битва Важно, что это единственная игра, в которой есть сюжет А главные персонажи имеют свой скилл, лор Да и вообще, многие из них живые легенды Особенно Криштиану Роналду Звучит круто, да? Самая последняя новость Сегодня в игре появится Криштиану Роналду Самый популярный спортсмен в мире Круто, что можно поиграть за него И да, то что... И да, как мне кажется Многие вот Постоянно в рекламах говорят, что типа Он является самым большим фанатом этой данной игры Мне кажется, это чистая, наглая, дешевая ложь Потому что эту легенду говорят чисто для того, чтобы просто порекламировать этот самый Баттер Роял Который ничем абсолютно не отличается от Фортнайта, от Пабга В общем и в целом... Типичная Баттл Рояль Его героя зовут Кронос Я уже играю У него есть свой стиль, свой скилл Это очень быстрый игрок Тут даже прицел из Пабга Он создает барьер Просто посмотрите на графику Стиль, свой скилл Это очень быстрый игрок с перезарядки в 40... Вот с такой графикой игра года, твою мать Он создает барьер, блокирующий 50 урона вокруг игрока на 10 секунд А еще у Кроноса есть свой лоб Он борется со злом из другой вселенной Но это блин Обреченный путешествовать по мирам, пока не остановится в одном Залетайте в игру именно 19 декабря Вас ждут сюрпризы и куча ништяков В каждом матче 50 игроков выпрыгивают с парашютом на острове Серьезно, почему есть такая бедняцкая графика и анимация, серьезно? Главная цель каждого игрока выжить на острове среди всех других бойцов Free Fire также доступна на смартфонах предыдущих поколений Так что если у вас тапок, то вы тоже сможете поиграть Я оставляю ссылку в описании, скачивайте и играйте Вы уж измените меня реально за придирку Но реально графика здесь отвратительная Даже у меня на моих роликах, ну я имею ввиду, на летсплеях такого нету Хотя иногда порой я могу себе это позволить, если уж совсем все плохо, но блин Мне интересно, что тогда думали мои друзья Я понимаю, это мобильная экран, но блин, тот же самый PopMobile У него графика лучше, качественнее, а здесь Знакомились? Какой-то деревенский мальчик Приехал в Питер, снимает тут какие-то постановки Еще и втягивает нас в это И зеркало чистое Чересчур Отснял? Все для отчетов, конечно Тяжелая работа у меня, конечно Ну знаешь ли, у уборщиц, которые фотографируют подъезды для того, чтобы типа отснять отчеты для коронавируса Мол типа, мы все это дело избавляясь от коронавируса Мы чистим специально подъезды, чтобы сняться для отчетов, что типа мы все это дело делаем, а нифига не чистим Какая все-таки красота Это актуалочка сейчас была, если что Ха! Волня эту сцену Её, кстати, тоже снимала моя мама Вообще, этот видео я снимал около недель Это щас что было за 25 кадр? Её, кстати, тоже снимала моя мама Вообще, это видео я снимала… Нет, не показалось, там был 25 кабр Ещё раз Ещё раз Её кстати тоже снимала моя мама Косячный монтаж у Брайана Мапса обнаружен. Косячный монтаж. Вообще, это видео, наверное, я снимал около недели. Один кадр со своим другом, другой со своей мамой, третий сам на штативе. Оно мне не кажется уже смешным, таким, как раньше. Но, блин, мне было 17 лет. Что вы от меня хотели? Так что для 17-летнего школьника, думаю, не так уж и плохо. Am I right? Сейчас я перемещусь уже в 2018 год. Тогда я уже более-менее, так скажем, устаканился с форматом скетчей. А на год раньше я начал свою деятельность, начиная с сентября. И планомерно, шаг за шагом, начал делать реакции. И на Брайана Мапса тоже. Конечно, я сделал сейчас слишком большой скетчок. Особенно в 18-м году. Но конкретно здесь вы уже увидите привычных персонажей, таких, как Оливия, Ботан. И если вы подумали, что, может быть, я нанял какую-нибудь большую группу людей, которая помогала мне снимать из-за скетчей. Нет! В нашем составе по-прежнему было два человека. Я и мой уже другой друг, оператор Лёша, который помогал это снимать. Вот! Самое главное, обратите внимание, что он как я. Я тоже сижу, когда снимаю реакцию. Я тоже постоянно подключаю батарею, чтобы поярче был экран. И мой уже другой друг, оператор Лёша, который помогал это снимать. Вот! Наверное, один из самых моих любимых скетчей. Переключатель жанров. Реакцию на это я делал. Так что, сегодня мы на это реагируем второй раз. Данный пульт используется для переключения жанров. Будьте осторожны, переключение жанров может влиять на события в реальной жизни. Бла-бла-бла-бла-бла. Брать, будешь чай? Всем привет, я вернулась. Клик с пульта пожизнен. Брать, будешь чай? Нет, ботан, он мне уже надоел. Так и твоя бывшая говорила. Очень плохой ситком. Ну, я уже сейчас подавиться. Слишком плохой ситком. Согласен. Мелодрама. Брать, будешь чай? Сделай мне лошадь, дай плед. Я погручу на подогон. Не сказал бы. Всем привет. Я вернулась. Это класс. Оу, и щет. Прошло уже 20 лет. Смотрите, это же Джеральд. Это Джеральд еще до того, как он стал Джеральдом. Это зародыш Джеральда. У него даже еще нет лица. Разве он не был тогда тем самым мемом? Praise the sun, кстати говоря. Уже всех приветствуй. Praise the sun. А потом, когда он появился на сет, соответственно, все поменялось. И, в общем, его лицо стало таким. И он больше никого не приветствует. Ну, такова с правой реальностью. Это называется похер фейс. Мы думаем, что ты погибла. Нет. Я просто была в коме. Но теперь все хорошо. Иди, обними меня, любимый. И ведь я все еще верю в их химию. И я все еще верю, как и в химию Биби Рэй. Сложно смотреть. Гоул ищет. Нет. Другой. Твоя мать, сейчас будет реклама. Попробуйте. А хотя, ладно, насрать. Она всего действует 6 секунд. И как бы пофигу. Надо бы, кстати, это попробовать. А то я постоянно покупаю себе всякие чебупели, всякие бельмиши. А вот подобные пельмени я еще пока не пробовал. Правда, они с супом внутри некоторые из них. Поэтому я их и не пробую. Но тем не менее. О, мой бог. Мой любимый жанр. Брай, будешь чай? Нет. Всем привет. Я вернулась. На 7 дней. Ты же умерла 5 лет назад. Я вернулась за вами. Я не терялся образованием. Хотите поиграть в прятки? Вот видите, какой красивый кадр. Я помню, что мы задымили всю квартиру с помощью дым-машины. Действительно было ощущение, как будто здесь произошел пожар. Потому что было все забудено. Подгорело что-то очень сильно. Если у меня будут какие-то фотографии с момента съемок, я их сюда вставлю. Они у меня точно будут. У меня вообще дохрена в телефоне фотографии со съемок. Всем привет, ребята. Это Оливье с прошлого. Говорит о том, что вышло новое видео. Если ты его не посмотришь и не свайпнешь, то я приду к себе ночью. Наверное. Наконец-то мы одни. Тут немножко остался макияж на лице Брайна и Батанам. Незаметно. Оливье. Я бы так не думала! Ой. Черт, возьми. Где этот странный пульт? Запаузи, запаузи. Тут такой напряженный момент. Или лучше его вообще сломать. Не подходи ко мне. Ты не Оливье, ты. Теперь твоя очередь. Я тебе Гертруда. Смотрите, как это стрёмно выглядит. Вот если поставить на паузу, посмотрите на эту рожу. Это выглядит страшно. Это как будто кадр действительно из какого-то фильма ужаса. Ну да, кстати, есть такое. Чё? Что? Бесплатная версия закончилась? Ага. Класс. Слава богу. Очень классная. Демо-версия, если быть точнее. Это уже не бесплатная. Что? Какое бесплатное актопродление? Нет. Не нужно. Нет. Нет. Ааа. И это был Сау. Ставь лайк, если хочешь вторую часть. Это хороший скетч. Мне он прям понравился. Да. Но второй части, по-моему, не будет. Или он был. Я уже не помню. Потому что это всё было два года назад. А теперь те люди, которые не знали до этого момента, всё-таки Оливия Ботан. Теперь вы это знаете. Если вас это заинтересовало, и если вы хотите познакомиться поближе с моими персонажами, и с моими... Ещё раз? Зачем? Вы можете перейти по ссылке в описании. Там будет плейлист, в котором будут собраны абсолютно все мои скетчи по порядку. Или не по порядку. Май, о май. Тогда там будет не так много. Но тем не менее, там будет плейлист. И если вам интересно, можете посмотреть. Не хочу. Это очень долго придётся. Надо целые часы выделять, чтобы найти скетч. Но в этом был как всегда Брайан. До скорой встречи. Пока. Может быть даже целый стрим проводить. Но я чё-то как-то не хочу это делать. Вот прям серьёзно. Хоть убей. Ну, лампово. Мне понравилось. Так, возвращаю себя обратно. Так. Вот так. На этом всё.